Закон о масс-медиа отправили на подпись к президенту. Сегодня Сенат одобрил документ вслед за Мажелисом. Депутаты подписали его еще два месяца назад. В целом этот закон журналистское сообщество называло многострадальным, поскольку разрабатывать его начали еще два года назад. Но с тех пор документ неоднократно меняли и дорабатывали из-за критики со стороны представителей СМИ. Насколько учли замечания журналистов, об этом расскажет Саяна Санакова. Саяна, чем этот закон отличается от предыдущего? Мадина, работать над законом о масс-медиа начали еще в 2022-м. Тогда создали рабочую группу из 60 человек, в том числе представители нашей отрасли. Однако на выходе спустя полгода проект оказался не таким, каким его ожидали увидеть журналисты. И почти два года между Министерством информации и рядовыми корреспондентами происходили споры. Сейчас же в одобренном Сенатом законе, видимо, замечания журналистов учли. Если остановиться на основных новеллах, то их 12. Начиная от установки срока исковой давности к материалам СМИ в один год, сокращения сроков ответа на запросы и заканчивая картой аккредитации. Но вопросы к разработчику Министерства информации все же остались, заявляют сенаторы. Например, статья о том, что СМИ будут проверять на соблюдение нравственных и семейных ценностей в Казахстане. Что означает проведение анализа на предмет соблюдения законодательства нашей страны, а также на нарушение общечеловеческих, культурных, национальных и семейных ценностей. Как вы знаете, в обществе немало было обсуждений касательно этого. Это кто и как будет давать оценку на определенные ценности. Ведь понимание ценностей у нас у всех абсолютно разное. Действительно, вопрос важный, поскольку в законах не сформулированы четкие нормы морали и нравственности. Теперь в Мининформации возьмутся за нормативно-правовую базу. К примеру, противозаконными будут считать те публикации, которые отрицают нашу государственность, традиционные и семейные ценности. По итогам нарушения этических норм, как мы говорим, мы как уполномоченные органы никаких санкций не будем применять. Мы лишь только будем направлять рекомендации. Соответственно, мы будем направлять нашим коллегам рекомендации о том, что тот или иной материал или тот или иной концерт вызывает в обществе резонанс негативный. Мы рекомендуем этот материал или же заменить, или же исправить. Но если же не будет редакта, то мы не предусматриваем какой-либо санкции. Кроме того, увеличится объем цели и радиопрограмм на казахском языке. Сейчас их доля составляет 50%. Поднять цифру хотят до 60%. Также хочу отметить, что не так давно была информация о новой поправке про отзыв лицензии у СМИ за пропаганду ЛГБТ. Мининформации сегодня заверили, что в законе о масс-медиа такого запрета нет. Можно ли сказать, что это просто видоизмененные поправки, связанные с пропагандой, запретом пропаганды ЛГБТ? Да нет, конечно. Это совершенно разно. Абсолютно. Да, конечно. Запрет тогда норма действует против. Она говорит, нельзя и все. А что у нас? Во-первых, у нас не относится к ЛГБТ. Который у нас не запрет. Мы просто даем рекомендации. Еще одна важная новелла в законе – срок ответа госорганов на наши запросы. Если раньше их рассматривали 7 дней, то теперь 5. Иначе – замечание, выговор или строгий выговор. Ну, здесь, Мадина, хочу отметить, что помимо сроков важно обратить внимание и на качество ответов чиновников на наши официальные запросы. Потому что многие из них больше похожи на отписку, а не на конкретные ответы на конкретные вопросы. Спасибо, Саяна Санакова, о новом законе о СМИ.